В ледовом плену почти четыре десятка людей продолжают ждать помощи. К теплоходам, которых затерло льдами печоры, не могут подобраться даже спасатели. Уникальные кадры в нашем выпуске. Оленей край в регионе официально стартовала убойная кампания. В этом сезоне планируют получить чуть более одной тонны ценного мяса. Мясокомбинат перевооружился, предприятие закупило технику импортной сборки. Делать колбасу и чипсы теперь будут в термической камере европейского производства. Итак, начнем с главной темы выпуска. Вот уже шестеро суток на реке Печора в республике Коми в ледовом плену находятся два наринмарских судна с людьми и грузовыми баржами. Еще на прошлой неделе из столицы НАУ на помощь к ним были направлены два катера, однако добраться до места им не удалось. У одного из них вышел из строя двигатель. В настоящее время к застрявшим судам идет другая помощь, но когда она до них доберется, пока непонятно. Все зависит от погодных условий. В администрации округа нам сказали, что плотовод сейчас находится в районе Каменки. Нам удалось заполучить эксклюзивные кадры, которые сделаны с теплоходов, затертых во льдах. На кадрах отчетливо видно, баржи буквально сковала льдом, причем настолько, что их даже не могут вытянуть теплоходы. Напомню, сейчас суда находятся в районе деревни Леждук, это в республике Коми. По словам представителей местной администрации, люди ни в чем не нуждаются. Они обеспечены едой и теплой одеждой. К тому же оба теплохода стоят вблизи берега, пассажиры имеют возможность выходить в село. Кстати, в Управление строительства и ЖКХ Нинецкого округа уже подтвердили, что на место, где находятся суда, вылетали вертолеты. Было эвакуировано 12 человек. Полотовод, который вышел в субботу, сейчас где-то в районе Каменки. Соответственно, те, которые замерзли, они в районе Леждука, ни в чем не нуждаются, у них все хорошо. Соответственно, если сейчас они там поковыряются с технической точки зрения, если этот полотовод дальше сможет так же активно двигаться, как дошел до Каменки, значит, он пойдет. Если он не сможет, то либо отсюда пойдет Белоселье, либо с Хангельской выдержанием Ермака. Ну, сейчас, которые люди на баржах, они есть и питание, и тепло, и все хорошо у них, да? Да, да, вопросов нет. Я раз в день созваниваюсь к капитанам СТшки в 7-8 часов утра, и он мне рассказывает, что у него все хорошо. А еще вот в пятницу, вроде бы в четверг, выезжали спасательные суда МЧС, там с ними как дела? Нету МЧС никаких спасательных судов. Нету, да? Выезжали два других судна, они их уже привезли, они тоже сломались, их уже привезли. Сегодня в 2 часа ночи. Понятно. Это Чебью и Алмаз. А еще была такая информация, что вертолет туда летал. Вертолет летал, забрал 12 человек. В общей сложности на двух теплоходах сейчас находится почти 40 человек, включая экипаж. Кстати, накануне прозвучала такая информация. Не исключено, что людей вывезут в Наринмара, баржи вместе с грузами оставят на месте до наступления зимника. В общем, мы следим за этой историей. Тем временем в регионе официально стартовала убойная кампания. Традиционно первым ее начали с ПК «Красный октябрь», еще 24 октября, затем 25-го к убою северных оленей приступили в хозяйстве Харп. Всего в этом сезоне планируют создать порядка 35 тысяч голов оленей, тем самым получить более 1 тысячи тонн ценного мяса. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Напомню, в том сезоне удалось получить 1 тысячу 110 тонн оленины. 80% сырья хозяйства поставят Наринмарскому мясокомбинату на производство колбасы и различных деликатесов. 20% на реализацию среди местного населения. По прогнозам специалистов, предстоящая холодная зима в регионе благоприятно повлияет на сроки проведения убоя оленей, а также на качество продукции и выполнение общего плана этой кампании. И еще в остальных хозяйствах убоя оленей начнется с середины ноября. В знаменитом на всю страну Наринмарском мясокомбинате наступила эпоха перевооружения. Предприятие закупило уникальное оборудование зарубежной сборки. Оно позволит увеличить количество изготовляемой продукции, в первую очередь, самой вкусной, деликатесной. А работники сейчас могут уделять больше времени, да и внимания на сам процесс приготовления. Кстати, теперь он станет практически автоматизированным. Мы побывали на закрытом от посторонних глаз предприятии и одними из первых увидели новую технику. Запах копченостей здесь, кажется, витает повсюду. Ароматы, которые закружат голову любому ассортименту выпускаемой продукции. Не то, что большой, пожалуй, огромный. 170 различных колбас и деликатесов. На этом предприятие останавливаться не хочет. Сейчас оно переживает новый этап в развитии. Мясокомбинат закупил зарубежное оборудование, чтобы вкуснейшими лакомствами из оленины могли насладиться не только мы, но и за пределами Ненецкого округа. Чтобы ускорить этот процесс, чтобы мясо быстрее впитало, вот и существуют такие виды оборудования, как массажер. Наталья Неверова, начальник ветеринарного контроля на предприятии, с гордостью показывает новые установки. Например, вот это массажер. Он необходим для того, чтобы мясо приобретало сочность и нежный вкус. Но перед этим его сначала насыщают рассолом. Процесс, по сути, теперь автоматизированный. Нужно нажать всего лишь несколько кнопок. Раньше эти работы приходилось выполнять вручную. А это долго и очень неудобно. Хочется сразу вопрос, рассол-то натуральный? Да, вода, нитрит натрия, сахар, соль, да. А нитрит натрия это что такое? Специи. Специи, да? А, ну нитрит натрия это вещество, которое не запамятных времен применяется в мясной промышленности, наверное, с тех пор, когда была изобретена колбаса. Для того, чтобы продукт приобрел розовый цвет, и колбаса, и копчености не был серого цвета. Вот и применяется нитрит натрия. Да и вреда нитрит натрия на организм человека, безусловно, не носят. Кстати, это вещество используют даже при изготовлении лекарственных препаратов. Так что никакого ГМО. Все ингредиенты исключительно натуральные. Подается моющий раствор специальный, для того, чтобы отмыть вот эти вещества коптильные, осевшие на поверхности палок. Ополаскивается и все, и вот выгружается очень удобно. Среди нового оборудования вот этот небольшой аппарат. Впрочем, его размеры важной роли не играет. Установка необходима для мойки палок, на которые навешивают мясные изделия при копчении. Предзначение может показаться странным, но очень нужным. Еще недавно эту работу приходилось делать вручную. А это тоже долго, неудобно, да еще и вредно для здоровья. Вот это как-то на производстве отрасли? Несовременное, да. Каким образом? Таким образом, что люди, которые работают операторами термического отделения, они будут уделять больше внимания именно контролю за процессом производства, не будут тратить время на то, чтобы еще вручную мыть эти палки. Но, пожалуй, главное новшество на предприятии – универсальная термическая камера. Она предназначена для сушки сырокопченых и сыровяльных изделий. По характеристикам импортная установка превосходит отечественный аналог. Поэтому продукция, которая в ней делается, обладает превосходным вкусом и ароматом. Чего только стоят всем известные чипсы. Знаменитые чипсы из оленины – продукция ручной работы. Впрочем, мало кто знает, что рецепт их приготовления принадлежит не нам, а якутским коллегам. Но в мясокомбинате уверяют, уже в следующем году они запустят свой уникальный проект по изготовлению. Они так и будут называться. Наринмарские чипсы обещают, что будут вкуснее, сочнее и аппетитнее. Кстати, их будут делать вот в этой новой камере. Производительность – 400 килограммов в неделю готовой продукции. Чипсы – это продукция не копченая, это продукция сыровяленая. То есть здесь происходит сушка. Чипсы раскладываются в сыром виде на рамы, на решетки рам. Рамы сюда закатываются, включаются камеры. Значит, в течение, допустим, уже 6 часов происходит вяление продукта. Все новое оборудование сейчас работает в тестовом режиме. Таким образом, мясокомбинат уже увеличил производство продукции. Более того, появились и новые изделия. К уже ставшим традиционным чипсам добавились сыровяленые палочки из оленины. Впрочем, это не все. По секрету нам сказали, что на предприятии хотят внедрить и другие мясные лакомства. Но какие именно – оставили в секрете. Так что с нетерпением будем ждать. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Полиция Ненецкого округа возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Ненецкой нефтяной компании. Об этом сообщает газета «Нярияна Виндер». Мотивом послужила прокурорская проверка. Она установила, что в 2012 году экс-глава нефтяного предприятия совершил сделку для нужд компании недвижимого имущества в Петербурге. Стоимость превысила 62 миллиона рублей. Однако чуть позже выяснилось, что цена объекта недвижимости составила не более 38 миллионов рублей. Таким образом, бывший руководитель ННК причинил компании ущерб на сумму свыше 20 миллионов. Сейчас по этому делу ведется следствие. Напомню, 100% акции предприятия принадлежит администрации Ненецкого округа. Сейчас небольшая реклама. Смотрите сразу после нее. Сельские магазины станут похожи на супермаркеты. Окружной потребствует в торговые точки населенных пунктов, внедрит штрих-коды и даже банковские терминалы. Оперативность, мобильность, универсальность и интерактивность – ключевые слова современного медиапространства. В Петербурге завершился форум СМИ. В этом году хоть прессы не взяли, зато продавались за других. Решаем квартирный вопрос. Евро-двушка за 2,200. Вы не ослышались. Новая квартира в Архангельске. 42 метра за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Узнай о выгодных предложениях от застройщика по телефону. 444-144. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В рамках проведения Года культуры. Первый. Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры. Со 2 по 4 ноября. Город Сочи. Магазины, что в населенных пунктах региона станут в современнее. Ненецкий окружной потребсоюз планирует провести автоматизацию торговли. То есть установить в сельских магазинах оборудование штрих-кодирования, сканеров, торговых весов с принтером, этикеток, а также внедрить электронные ценники. Этим летом современная техника уже была закуплена для шести торговых предприятий. До конца года его установят в магазинах Устькары, Харутынисе. Начать процедуру автоматизации решили Сомы. Прошедшие выходные в магазине установили новое оборудование. Кстати, обязательным условием для автоматизации торговой точки на селе является наличие качественного высокоскоростного интернета. Между тем, во многих населенных пунктах магазины уже работают по системе самообслуживания. Их автоматизацию планируют провести в первую очередь. Также для улучшения качества обслуживания в селах Окрпотребсоюз приобрел 8 банковских терминалов. С помощью которых жители смогут оплачивать покупки по безналичному расчету. Сейчас возможность рассчитаться банковской картой есть у жителей НИСИ, Нижнепеши, Омы, Индиги, Устькары, Каратайки, Харивера, Красного и Оксина. Без сезамовского зуба, но со специальным призом от полпреда президента. Делегация Нинецкого округа вернулась с 12-го форума средств массовой информации. Главную награду творческого конкурса «Сезам» наш регион хоть и не получил, зато журналист газеты «Выборного» Владимир Киселев попал в тройку лидеров в номинации «Лучший публицистический материал». На крупнейшем форуме СМИ Северо-Запада побывала Ирина Цепетова. Насыщенная деловая и творческая программа, традиционная выставка «Медиа-Атлас» и профессиональная дискуссия о путях развития журналистики. Все это 12-й форум средств массовой информации Северо-Запада. Главная тема проекта – мультимедийность, как основная черта современного информационного пространства, или другими словами, виртуальная журналистика, которая дошла уже до самой глубинки, потеснив традиционные СМИ. Быть онлайн уже давно стало нормой. Совершая покупки от книг и авиабилетов до автомобилей и недвижимости, мы все чаще обращаемся к интернету. Так и российские средства массовой информации отправились за своим читателем в сеть. Оперативность, мобильность, универсальность и интерактивность – вот ключевые слова современного медиапространства. Все наше общество сегодня движется в сторону мультимедийности, поэтому и тема проекта в этом году актуальна как никогда. Делегации 11 регионов Северо-Запада собрались здесь, на 12-м форуме СМИ, чтобы в очередной раз доказать, журналистика движется вперед, набирая обороты и используя все новые инструменты, чтобы завоевать своего читателя. Оригинальные СМИ даже районного масштаба уже давно имеют в своем арсенале такой инструмент, как мультимедиа. Мы серьезно все к социальным сетям и к формам соединения тех же печатных СМИ районных, которые выводим на сайты в дальнейшем распространении информации, тем самым увеличивая их ухват. Тема как никогда важна на самом деле. Ее поднимать стоило уже очень давно, и сейчас просто уже даже как констатация факта, что это выполнено. Для Карелии очень актуальна тема мультимедийность, потому что мы входим в пятерку интернет-продвинутых регионов, где более 60% населения – это пользователи интернета, соответственно, это как раз наша аудитория, аудитория интернет-СМИ. Ежедневно карельские интернет-ресурсы посещают, читают 85 тысяч. У нас очень большое место в СМИ, в региональной, занимают печатные здания, газеты, районные газеты. У нас их более 20 штук. В каждом районе есть своя газета. Это немножко старомодно, но они все равно покупаются и читаются. Но все они появляются в интернете практически в день появления газеты на свет. На городском уровне мы представляем наши каналы, городские каналы, 12 канал «Череповцы» и 7 канал «Вологде», которые расширяют свою привычную зрительскую аудиторию, интернет-аудиторию, более молодой аудиторией, активно интегрируясь с новыми форматами в интернет-пространство. Интеграция СМИ в интернет-среду произошла стремительно. Само время диктовало новые условия существования, а аудитория ждала этих перемен. Скорость распространения информации достигла своего апогея, а обратная связь, или, как говорят специалисты, интерактивность, стала основной чертой современного медиапространства. Об этом участники форума говорили на круглых столах и дискуссиях. Но, пожалуй, главным событием форума стала церемония награждения победителей творческого журналистского конкурса «Сезам-2014». Больше десятка номинаций. Среди номинантов журналисты как традиционных, так и мультимедийных СМИ. Наталья Ермолина удостоилась награды за публикацию о коренных малочисленных народах Севера. Журналистка из Карелии ведет, как она сама его называет, полукультурный блог в интернет-журнале «Республика». О карелах и вепсах Наталья сделала уже цикл публикаций. О них может говорить бесконечно. Он связан с брендами. Мы ездим по деревням и спрашиваем у местных жителей, что бы можно показать здесь туристу. Вот, и мы разыскиваем вот такие, как няша из Нюхчи. Вот эта няша, да, сейчас же слово такое на топе. Няшка – это что-то такое, да, миленькое. Очень интернет-мем такой популярный, а там это просто грязь болотная. И вот мы ходили, обмазывались этой няшей, вот. И это оказалось такой модный бренд, который тут же туристическая контора подхватила и хочет сделать спа-тур на основе няши. То есть это всегда открытие какое-то. Ненецкий округ в этом году остался без сезамовского зуба, как называют главную награду организаторы и участники форума. Но уехала наша делегация не с пустыми руками. Специальный приз полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимира Булавина был вручен окружной газете «Нарьяна Виндер» за активное участие в формировании информационного пространства Северо-Запада на протяжении вот уже 85 лет. В этом году мы отметили 85 лет со дня образования немецкого автономного округа. не так давно. И ровно сколько же в округе существует газета «Нарьяна Виндер». Я хотел бы сегодня вручить этот приз главному лидеру этой газеты и поздравить всех сотрудников газеты с предстоящим 85-летним юбилеем, который они будут отмечать 7 ноября. Не буду кривить душой, нам за несколько дней до Сезама шепнули, что газета «Нарьяна Виндер» в числе победителей, в числе номинантов и просили, чтобы кто-то обязательно было награждение от газеты «Нарьяна Виндер». Мы не знали, что это, но знали, что в свое 85-летие «Нарьяна Виндер» не останется незамеченной. 12-й форум СМИ Северо-Запада завершился. Сезамовские награды нашли своих обладателей. Организаторы отмечают, форум – это прежде всего место встречи коллег, новые знакомства и обмен опытом. А это значит, что проект в очередной раз дал мощный толчок для развития региональных средств массовой информации. Журналисты уже начинают искать темы для новых материалов, оценить которые мы сможем уже через год на 13-м форуме СМИ. Вместе мы, Россия, по таким названиям Сочи пройдет заключительный галоконцерт лауреатов Всероссийского фестиваля народного творчества. И что примечательно, среди представителей из 85 регионов страны на сцене выступит и наш коллектив. Почетная миссия возложена на фольклорный ансамбль «Родные напевы». К тому же эти места для них знакомы. Ансамбль во время Олимпийских игр там уже выступал. И вот спустя 9 месяцев наших артистов снова пригласили продемонстрировать свое творчество перед зрителями Сочи. Подготовка к поездке сейчас идет полным ходом. Программа, рассчитанная на 20 минут, обещают в ансамбле, будет не менее увлекательной, как тогда во время Олимпиады. А здесь уже программу я сделала с Селенской гуляния. Здесь более такая оживленная, плесовая, красивая программа. То есть она вся идет так на одном дыхании. И выплескивается все эмоции нашего русского народа. Вот, потому что там и плесовые варианты, и песенные варианты, и кадриль там, и ударник. Впереди снова реклама. Сразу после нее вы узнаете фамилию самой дружной семьи в регионе. Самая дружная и спортивная семья живет в Наринмаре. Ее выбрали на прошедших выходных. Через что пришлось пройти, чтобы получить этот статус. Увидите буквально через минуту. Если любимой семье нужны витамины, он тут как тут. Ваш любимый Нарфрут. Широкий ассортимент фруктов и овощей. Экзотические фрукты, ореховая продукция. Сахар, мука, растительное масло. Возможно, бесплатная доставка по городу. Склад Нарфрут. Территория бывшего рыбокомбината. Телефон 8-911-650-6011. Торговая сеть «Белые ночи» приглашает покупателей посетить новый магазин на Полярной 25. Здесь вы найдете большой выбор разноградусной продукции. А если хотите сэкономить время и сделать массу выгодных покупок, то вам в торговый центр «Белые ночи» на Комсомольской 6А. У нас можно купить все и сразу. Продукты питания, средства бытовой химии, техника для дома. И все это по доступным для каждого ценам. Магазины «Белые ночи» работают для вас. Самую крепкую, дружную и спортивную семью выбрали в Неницком округе. Чтобы получить этот необычный статус, конкурсантам пришлось пройти через несколько испытаний. Они и пели, и танцевали, и даже зарядку делали. За происходящим внимательно наблюдала строгая жюри и оценивала сразу по нескольким критериям. Моя коллега Надежда Литкова, которая непосредственно принимала участие в конкурсе «Молодых семей», уверяет, было интересно и даже смешно ей слово. Крепка семья, крепка держава. Каждое государство заинтересовано в создании здоровой и прочной семьи. Настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. Конкурс молодых семей в Неницком округе проводится ежегодно с целью повысить роль семьи и престиж семейной жизни в обществе. Организаторы Центра поддержки молодежных инициатив стараются раскрыть творческий потенциал молодых семей, разнообразить их досуг и, конечно, выявить пары, достойно воспитывающие своих детей. До этого у нас было больше приоритет на творчество. В этом году мы решили ориентированно взять направление на год физической культуры и спорта в Неницком округе. В этом году у нас участвуют пять семей в очном этапе, а также одна семья в очном этапе села Оксина. В первом этапе Липатовы, Щепковы, Чупровы, Козловы и Новоселовы продемонстрировали творческую визитку, историю своей семьи, ее членов, традиции и хобби. Затем спортивные способности в различных состязаниях. Зрелище получилось ярким и позитивным. Болельщики не скрывали своих эмоций. Особенно порадовал зрителей конкурс для ПАП «Нормы ГТО». Внимание! Бой! Во время концерта организаторы также наградили участников фотоконкурса «Семья в глазами молодых» и конкурса детской подделки «Осенняя фантазия». Награждение затянулось, ведь жители округа прислали около 70 работ. Болельщики также не остались в стороне. Группу поддержки семьи Чупровых признали лучшей и вручили ей сладкий приз. Несложные конкурсы. Подготовка много времени не заняла, но было весело. Нисколько не сложно, наоборот, разнообразить, мутни, возможность выйти куда-то. Для многих это первый выход на сцену. Участники очень волновались, но все же с достоинством выдержали все испытания. Члены жюри отметили, только любящие сердца смогут преодолеть все препятствия, как в конкурсе, так и в реальной жизни. Семья – это естественная среда, где происходит не только воспитание ребенка, но и его социализация. И все остальные институты, они уже на втором-третьем месте. Поэтому конкурсы, которые проводятся ежегодно окружным управлением образования, они вносят свою лепту именно для развития, для понимания ценностей именно молодых семей, которые являются на сегодняшний день социальными навигаторами, двигателями нашего семейного воспитательного пространства. Своим участием семьи привлекают внимание не к проблемам семьи, а к самой семье. Ее значимости в обществе отмечают члены жюри. Два часа прилетели незаметно. И вот председатель жюри Ольга Старостина объявляет итоги конкурса. Итак, вот и завершился окружной конкурс молодых семей Нинецкого округа 2014 года. И победителем стала семья Новоселовых. Давайте узнаем, в чем секрет их победы. Семья Новоселовых, в чем секрет вашей победы? Счастье там, где есть любовь. Вот наш секрет. Отлично. Как вы рады, что стали победителями? Да, безусловно рады. Хорошо. Что скажете другим молодым семьям, участникам конкурса? Пусть участвуют. Это здорово. Позитивные эмоции. Ну, это клево. Хорошо, спасибо большое. Вы молодцы. Надежда Литкова, Александр Туркин, Телеканал Север.